вот так я охлаждаю кашу сварила недавно кашу до сна 2 часа оставался знал что она не остынет и так вот в ледяную воду кладем вода кстати тоже ледяная уже кастрюли холодная воду кстати кастрюлю и там такую силиконовую форму ой формочку господи штучку и она как бы держит воду сейчас ее поставлю в холодильник и спасеньки и здесь кстати я сушу корочки апельсина не знаю насколько помню его чай добавляют вот она наша каша я не план перемешала сейчас покажу вот так я отсюда ее сгребла так ее перемешиваю чтобы потом было удобно ее раскладывать не люблю когда она всякими камнями там падает не падает а когда накладываешь она там большим комом добавила еще туда немножко водички и я там оставляю еще ложку вот так вот потому что каждый раз ищешь ложку они потом заканчиваются и убираю ее в холодильник и тут у нас а уже нету а нет идет снег идет у нас третий день уже идет уже даже третий день идет и также я буду сейчас делать хлебушек у меня тут подходит уже дрожжи тепленькой водички горячую воду из-под крана набираю и ставлю так я тут уже хлебушек собираюсь печь моя чаша хлеба я сюда поставим да дима будет с нами повторять и наша чашка на самом деле не всегда мою но важнее только мука бывает чашечку может взвешиваем кнопка тары и будем класть муку и мука у меня кстати есть фикс прайс такая классно очень удобно ну прям вот открывается легко так нам муки 500 грамм надо кстати у меня такая бумажечка у меня каждый рецепт написан на бумажечке и лежит в коробочке вместе с весами такая у меня коробочка есть у меня все лежит по своим коробочкам вот она так лежит я одеваю эти штучки и здесь у у меня все рецепты лежат на бумажечках чтоб мне каждый раз не бегать не искать книгу не тратить время на то чтобы найти этот рецепт все это время поэтому мне так вот я пеку чабата она самая простая на нее кстати есть отдельный ролик как я ее пекла он должен быть в описании этой как его спаде заставки конечной заставки вот здесь вон мука соль дрожжи молоко я не молоко я воду использую вот они еще они не ездят по коробке вот правда включенными всегда отправляю туда потому что у меня времени нету ждать так муку мы с вами взвесили и сейчас мы будем с вами заполнять чашечку нашу так соль 1,5 чайной ложки кстати вот такие ложечки из фикс прайса прям очень пригодились и точно такие же я видела в посудо центре но вот я хочу еще купить на всякий пожарный вдруг понадобится вдруг что случится с ними а то одна женщина одна женщина я читала где-то отзыв не отзыв а фикс прайс читала да там женщина она что-то подпалила их случайно они на плите что лежали или где-то не знаю и просила чтобы ей кто-то купил в другом городе и прислал ей ответили мол ну что ж ты так нужно было аккуратнее это же пластмасса как ты умудрился ее подпалить на огонь что ли клала мол сама виновата вот поэтому я уже прям стараюсь это заботюсь о них ну да они как бы тут грязненькие немножко вот тоже их моешь потом надо высушить печешь хлеб они уже мокрые так соль у нас полторы чайной ложки 10 грамм вот я розовую всегда добавляю каждый раз я ее теряю здесь только ложек каждый раз теряю то ли вот это то ли это то ли так не думаю не это тут вот а тут вот одна целая чайная ложка а здесь вот побольше вот я планирую если честно записать вот эти вот все рецепты записать на какую-то маленькую тетрадку хочу купить тоненькую тетрадку разрезать ее так пополам по горизонтали и так писать все свои рецепты хочу вот так вот я еще иногда их размешиваю чтобы они растворились я дрожжи всегда растворяю потому что первый раз когда я готовила хлеб я точно так же просто дрожжи сухие добавила в муку и он вообще нифига не поднялся был просто черствый как какой-то кирпич есть было вообще невозможно там три часа он там полтора часа он там готовился полтора часа запекался самой хлебопечки и в итоге там вообще и после этого я стала его всегда размешивать сижу так раньше я вообще просто его размешиваю но это очень долго последнее время я просто кладу в чашечку дрожжи две ложки сахара чайные иногда три даже по настроению водичкой 100 миллилитров и на теплую ванну горячую да еще и он сам растворяется не то что растворяется он подымается а потом вот иногда я перемешиваю тут вот есть они как раз иногда перемешиваю надо не за главное чтобы он поднялся если плохо поднимается еще чайную ложку сахара сверху добавляю а знаете что самое интересное то есть в этой хлебопечке я только у меня перемешивается тесто и поднимается я не пеку уже давно но тем не менее вот здесь вот грязь вот это вот и и мыло относительно недавно она появляется и у кого тоже хлебопечка у вас допустим плохо вставляется чаша а вот здесь вот просто кисточкой пройдите переворачиваете и там очень много мусора за нас плохо встает значит проблему здесь тут забилось просто вообще могли в принципе поудобнее сделать ее почистить она сейчас хорошо встает опа пипи сказала она нам пипи так выбираем 16 программу 16 старт и также такая лопатка и кстати фикс прайсе ее купила она цельная и грязь нигде не забьется как были у меня предыдущие примеры а всегда лопатку покупайте цельно обязательно чтобы у вас вот было цельно потому что забивается грязь от инфекции там все бродит там плесень все такое не нужно что-то встали еще ягодки сына здесь малинка нам на двоих и вишенка зима очень любит вишню вот он смотрите такой белый цвет и ней преображается а и и еще а ой а ой ой а ой часочек и он с формы выпал сам чуть-чуть вот здесь этот остается тут чуть-чуть ну пока мир он сам выпрыгивает хорошо сейчас его перевернул здесь вот как бы сухо у него здесь влажно потому что он полежал форме я решила чтобы он сам выпрыгнул у меня время ждать есть его сейчас переверну и положу на досточку то есть принципе его не нужно хранить на это иначе тут все запотеет все будет мокрая она не впитывает и все он будет остывать и к вечеру мы будем есть петерброды с маслицем свежим хлебушком мягенький такой тепленький